приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет мы рассматриваем трудные места священного писания и сегодня вместе с вами мы попробуем обсудить цитату из послания апостола Павла к Тимофею из второго послания к Тимофею где сказано буквально следующее если же кто и подвязается не увенчивается если незаконно будет подвязаться вот что же это значит незаконно подвязаться что так что в итоге ты не увенчаешься за свои труды ну во-первых надо что уточнить вообще сказано если же кто и подвязается а что это означает подвязаться подвязаться значит проходить некий подвиг, некое делание. Ну, допустим, если вот кто-то раздал все свое имение для того, чтобы вот как бы отказаться и быть свободным от этого, последовать за Христом, или, допустим, кто-то достаточно так вот строго постится, кто-то совершает усиленное молитвенное делание, поклоны кладет, в общем, являет какие-то труды и подвиги, но в итоге оказывается, что все это может послужить тебе не во спасение, а в погибель. Почему? И что значит вот это вот незаконное подвязание, которое ведет тебя не к увенчанию, а наоборот к погибели? А происходит это только тогда, когда ты свои подвиги принимаешь для утверждения чувства собственного достоинства. Вот представим, допустим, где-то живет подвижник, который проводит внешне очень строгий образ жизни, постится там, вот правила всякие исполняет, раздает советы всевозможные, даже прозорливость проявляет, к нему приходят, и все его почитают за святого, и он сам себя тоже точно так же почитает за святого. Вот это вот и есть настоящая беда, это вот просто погибель, как спастись такому подвижнику, когда и все вокруг его считают за человека святого, и он сам себя тоже считает за святого. У него точно такое же мнение, как и у этих людей, которые со всей округи к нему приходят. И вот на этом на самом деле очень многие погорели, и лучше вот не брать на себя труды какого-то вот учительства, не добиваться каких-то даров прозорливости, пророчества и так далее, чтобы не впасть в гордыню и в итоге не утратить всего. То есть рушит все гордость, и апостол говорит, что подвизаться надо законно. А законно что? Значит, по заповедям Божьим. А самая первая заповедь Христова в заповедях блаженств это какая? Это нищета духовная. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. А нищие духовные это те, которые осознают свою вот именно нищету, духовную нищету, что у меня нет никаких духовных преимуществ, я настолько вот слаб, что я даже вот хуже вот этого там пьяницы, этого бомжа, потому что, может быть, им не было дано такое вот христианское знание, и они не проявляют таких усилий. А мне дано христианское знание, но я не родив, я впадаю в какие-то страсти, превозношусь над другим, осуждаю кого-то, и значит, я лучше самого последнего пьяницы, который страдает от своей немощи, но, может быть, никого не осуждает. Вот, как знаете, было даже у преподобного Иоанна Лествичника, у него есть повествование о нерадивом монахе, который в итоге спасся. Он был настолько нерадив, что все его попрекали, потому что его образ жизни явно был ниже образа жизни всех окружавших его монахов, но, когда он умирал, ему было дано от Бога такое вот благодатное извещение, и он умирал с умиротворенным лицом, и когда его спросили, почему так, а он на это ответил, что за всю свою жизнь я никого не осудил. А если ты совершаешь какие-то подвиги, если ты постоянно посещаешь церковь, но при этом осуждаешь всех вокруг, то эти подвиги тебя не спасут. Вот, старец Силуан, преподобный Силуан Афонский, он об этом тоже говорил, и даже приводит такой случай, рассказывает он, что я знал одного подвижника, который мне говорил, что я непременно должен быть помилован Богом, потому что каждый день кладу столько-то поклонов. Ну, не знаю, сколько он там, 500, 700, может быть, тысячу поклонов в день клад. И ему казалось, что вот это ежедневно выполняемое им правило, чисто внешнее такое, да, оно утруждало его тело, им, может быть, какие-то изменения в душе производило, но казалось, что само по себе это правило должно было его спасти. Ну, вот дальше продолжает Силуан Афонский, что когда этот подвижник умирал, то его постигло такое отчаяние, что он разорвал на себе рубашку. То есть он понял, что эти подвиги, они совершенно сами по себе ничего не значат, ибо мы спасаемся не подвигами, мы спасаемся не тем, что мы отказались от каких-то имуществ, или мы во время поста не едим какую-то пищу, мы спасаемся благодатью Божией. И только Господь, как Спаситель, и может нас восхитить из этого мира греха, а подвиги, они принимаются только как средство к стяжанию Божьей благодати. Если ты не стяжал благодати, то ты не спасешься. А подвиги – это только средства, через которые Господь тебе может подать спасающую тебя благодать. Если же ты совершаешь вот эти вот правила, ну, допустим, строго постишься, но изъедаешь всех, кто рядом с тобой, если ты настолько оказываешься злобным при твоих подвигах, то разве спасут тебя твои подвиги? То есть вот законно подвязаться возможно только тогда, когда ты воспринимаешь дух Христов, дух Евангелия. А это дух любви, дух смирения, дух кротости. И не можешь ты быть со Христом, пока не увидишь себя погибающим, пока не увидишь свою вот внутреннюю подлую натуру, которая в основном-то прячется от наших глаз, и мы хотим все время сказать себе, что вот мы-то нет, мы на самом деле хорошие, мы лучше других, мы не такие, как вот тот какой-нибудь там преступник, который сорвался в это преступление. И на самом деле Господь нас часто в этом посрамляет. И нам попускаются какие-то падения, нам попускается охлаждение в вере, какие-то страшные утраты за то, что мы превозносимся над другим. Вот самое страшное — это именно дух самолюбования, дух гордыни и тщеславия. Вот об этом святитель Григорий Паломак говорил, что, конечно, вот всякая страсть, она потихоньку подкрадывается к человеку, и вначале прилог, то есть некая вот мысль поступает к человеку и искушает его, потом сочетание, сосложение, и после этого только пленение. Но вот то, что касается страсти гордости, то здесь опасен даже самый прилог этой страсти. Вот как только тебе прикоснулась мысль, что «я же лучше других», или такая мысль, что «я же, очевидно, уже спасусь, потому что я молюсь, в храм хожу, исповедуюсь, причащаюсь». Вот как только ты превознесся, то тут же уже наступают какие-то страшные изменения в твоей душе. И преподобный Симеон Новый Богослов, он говорил так, что подлинный наш духовный врач — это Спаситель, Господь Иисус Христос. Но чтобы пришел врач в нашу душу, надо видеть свою болезнь и признать себя погибающим. Если ты считаешь себя здоровым, то зачем тебе врач? Если ты не видишь в себе погибели, то зачем тебе Спаситель? И вот так очень многие они уклонились в эти ложные пути и подвязались незаконно, и они не увенчивались. Что значит еще незаконно подвязаться? Ну, это значит тоже игнорировать какие-то духовные правила, духовные законы. Ну, например, если в самой молитве ты ищешь наслаждение. Вот для тебя важно не единение с Господом, не исправление твоей души. Ведь мы же молимся для чего? Чтобы Господь спас нас от страстей наших. А вдруг может наступить такое искушение, что сама молитва становится для тебя как бы некой формой медитации, в которой ты культивируешь те или иные чувства, благостные чувства, и пребываешь в таком вот самоуспокоенном, слащавом настроении. Вот это тоже, знаете, очень страшная вещь. И это уже не молитва, а тоже такое медитативное какое-то состояние, а подлинная молитва. Вот когда ты видишь, что вот настолько ты погибший далекий от Бога, что от всей души, от всего сердца молишься, вот Господи, спаси меня, погибаю. Боже, прости меня грешного. Боже, очисти меня грешного. И даже бывает так, что вот такая смиренная молитва в какой-то очень трудной, тяжкой ситуации. Она действительно может решительно поменять ситуацию, избавить от вроде бы безвыходных вещей. Даже в нашей внешней такой мирской жизни, когда вроде бы действительно скопились тучи, но от сердца, осознавая свое недостоинство, обращаешься к Богу, и Господь тут же помогает. Он все тут же, все эти тучи развеет. Потому что такая молитва основана на смирении, и это и есть правильный подвиг. А неправильная молитва, она может быть еще какой? И неправильные вообще подвязания, да? О чем и говорит апостол Павел, что если ты вот незаконно подвязаешься, то ты не будешь увенчан. Это когда, допустим, мы специально ищем для себя каких-то сверхъестественных даров, чтобы тоже вот стать на голову выше всех остальных и, соответственно, смотреть свысока. Ну, допустим, ты хочешь добиться каких-то сверхъестественных даров, стать прозорливым, видеть немощи других людей, чтобы указывать ему, что вот тут ты не прав, а ты вот в том не прав. А ты вначале-то вот свои собственные немощи-то увидишь. А вот если ты стремишься через молитву добиться каких-то сверхъестественных для себя благодатных даров, то очень легко через это тоже соблазнишься, впадешь в гордыню, самомнение, и об этом сам Спаситель говорит, что многие скажут мне в тот день, что вот, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем мы чудеса многие сотворили и даже бесов изгоняли. То есть да, вроде бы это все происходило, но я им скажу, отойдите от меня, я никогда не знал вас. То есть и эти люди вроде бы обрели сверхъестественные дары, а не вместе они с Господом, потому что в них нет духа смирения, духа вот своей всецелой немощи, и на основе чего только и можно принять духа Христова и быть с Господом. Вот преподобный Исаак Сирин, он поэтому и говорит, что воздаяние дается не добродетели и не трудам ради нее, но дается смирению, которое рождается благодаря этим трудам. То есть все наши духовные подвиги, они должны, конечно же, прежде всего, рождать в душе смирение, и только смиренной душе Господь подает свою благодать. Так что надо быть очень нам осторожными, чтобы сторониться всего, что в нас начинает взлелеивать нашу гордыню. Вот только чувствуешь свое превосходство над кем-то, зная, что ты незаконно подвизаешься. А вот когда в душе смирение, и ты видишь, что ты не лучше, а хуже других, вот это значит, что ты на правильный путь становишься, ты еще не прошел этот путь, ты не достиг еще его конечных результатов, но, по крайней мере, ты приближаешься вот к этому истинному духовному устроению, и молитва в таком устроении, она действительно будет иметь правильные духовные плоды. Вот, братья и сестры, дай Господь всем нам законно подвизаться, чтобы все-таки не лишиться вот этого увенчания. А чем увенчивается человек? Он увенчивается благодатью Святого Духа, то есть тем, что преображает весь твой внутренний мир, преображает твое сердце, ибо, собственно говоря, райские венцы, по свидетельству святых отцов, это и есть благодать Духа Святого, осенившая человеческую душу, очистившая сердце человеческое. И в причастии благодати только есть подлинное блажество. Дай Господь всем нам стяжать Божью благодать и храни всех Божиим. Божью благодать и храни всех Божиим. Божью благодать и храни всех Божиим. Спасибо. Божью благодать и храни всех Божиим. Божью благодать и храни всех Божиим. Божью благодать и храни всех Божиим. Божь малой, посаты слых�� и франи and the лав Inn. Божь�� месяц.